Трудные места описания с библейским порталом «Экзегет» Пришел вопрос от одного из наших зрителей или зрительниц Почему Иван Креститель усомнился во Христе Иисусе? Ты ли тот, который должен прийти или ожидать нам другого? Цитаты из Евангелия от Матфея, 11 глава, 3 стих Вот да, вот кто угодно, но уж не Иоанн Креститель точно Апостолы усомнились, но в момент распятия Еще бы, когда тот, кого ты хочешь видеть царем Израиля Висит обнаженный беспомощный на кресте И ясно, что все проиграно Сейчас тоже их, наверное, схватят и пойдут как-то их избивать, убивать А вот такой момент Иоанн Креститель, который крестил Иисуса Да, указал на него И вдруг ты ли тот, который должен прийти или ожидать нам другого? Что это? Он такой Иоанн Креститель такой мнительный интеллигент Да, из стихотворения Саши Черного Интеллигент, который лежит на диване И страдает, ничего не делает Вот уж точно не Иоанн Креститель Да, он пламенный пророк Он царя обличает Ирода Не смущаясь Он каждому вот в лоб говорит прямо все то, что хочет сказать Вообще не стесняясь ни одного слова И вдруг такая нерешительность Вот хочется нам видеть библейских персонажей такими плоскими и картонными Знаете, как западная традиция на Рождество делать вертепы Ну, у нас сейчас тоже она очень распространена И там младенец Иисус Богородица, Иосиф праведный Волхвы, овечки, там Ослик какой-нибудь, звезда, ангелы Все понятно И они все вот радуются Они все мы Да, вот они среди нас Мы-то уже знаем всю историю Они-то еще не знали Что тот же самый Иосиф Как он вообще Он женщину в жены берет, а она оказывается уже беременна Да, и в Евангелии мы считаем от того же Матфея Как ему это было тяжело принять А потом Мария, которая рождает дивного младенца А ее даже в дом человеческий не пустили Она в хлеву рожает, простите Вот как ей это было, да И она думает, ничего себе начинается история Да, я, может быть, хотела бы его родить в царском дворце Чтобы он сразу стал великославен А вот ему даже среди людей места не нашлось Иоанн Креститель Вот, понимаете, у него одно из свойств Он настоящий Вот есть много людей, которые Обходятся гладенькими формулировочками Ну, с одной стороны С другой стороны, конечно, нельзя не отметить Что, несмотря на деле недостатки А вот Иоанну Крестителю надо все в лоб Ему надо все прямо Может быть, он тоже так думал Вот я думал он Я не знаю, как он думал, простите, это не мое дело Но я пытаюсь себе представить Он думал, вот я крестил того, кто больше меня Кому я не достоин ремень на обуви развязать Вот теперь-то все и начнется А не начинается А римляне по-прежнему оккупируют Иерусалим И всю Палестину, всю землю Израиля А фарисеи по-прежнему занимаются своим благочестием Которое, в общем, им нравится Но к Богу особого отношения не имеют А толпы по-прежнему ищут хлеба и зрелищ Как это было всегда И ходят за Иисусом, потому что он и хлеб дает И зрелища исцеления бесноватых тут же Здорово, до духовного как-то единицы добираются Может, я ошибся, думает он Может, все не так Может быть, я рано Может, я принял вот кого-то, ну, хорошего человека За того мессию, которого мы все ждем И что теперь? Смотрите, ни слова упрека Ни одной личной просьбы Он, между прочим, в тюрьме сидит На секундочку Ему голову довольно скоро отрубят Он, наверное, об этом догадывается Потому что его посадили туда не за мелкое какое-то нарушение А за, в общем-то, мятеж против царя За то, что он Ирода обличил И это могло так прозвучать Слушай, если ты мессия, вообще, давай уже меня освободи В конце концов, я о тебе говорил Я тебя крестил Вот, ну, пора бы уже как-то нам с тобой вместе начать переустраивать Израиль И царство Божие на земле устанавливать Ни слова об этом Но, наверное, все-таки это как-то ожидалось Смотрите Он же не напрямую задает этот вопрос Потому что это двое из учеников Иоанна Которые, очевидно, приходили к нему в темницу В тюрьму Ну, проведать его, принести там еды какую-нибудь Он отправляет их к Иисусу с этим вопросом Ты ли тот, который должен прийти или ожидать нам другого? Это вопрос низшего к высшему, да? Это вопрос, ну, сержанта к генералу Как, какую позицию занять Как нам тут сражаться, обороняться, наступать, да? И он готов принять этот ответ И сказал им Иисус в ответ Да, я Не, не я, не знаю Ничего из этого Смотрите, какой удивительный ответ Пойдите, скажите Ивану, что слышите и видите То есть, не я передаю что-то Вы пришли, вы смотрите на то, что происходит Вот расскажите ему об этом Я ничего не навязываю Никому, нигде Христос не приходит К людям и не говорит Я Христос, все меня примите Сатана это предлагал сыне Когда он его ставит на вершину храма Бросься вниз, ангелы понесут тебя на руках Среди храмового богослужения Вдруг с небес спускается Мессия Все падают на колени Нет, нет, нет Пойдите, скажите, что слышите и видите Слепые прозревают Хромые ходят Прокаженные очищаются Глухие слышат Мертвые воскресают И нищие благовестуют Кстати, как такая параллель Что может быть большего, чем мертвые воскресают Самая главная победа над смертью Над общим врагом каждого человека Нищие благовестуют Не менее важная вещь То, что нищие, вот эти презренные Никому не нужные, неинтересные Несчастные люди, грязные И ничего не имеющие Благовестуют Возвещают благую весть Которую, может быть, богатые и славные Не готовы услышать И блажен, кто не соблазнится обо мне То есть А подумайте сами Кто такой Мессия Что его приход означает А сравните то, что происходит С вашими ожиданиями Сами, все сами Опримите меня Или отвергните меня Но это ваше решение Вы принимаете Выбор, как тут сделать Когда они уходят Иисус рассказывает Остальным О Иоанне Крестителе И говорит о нем Невероятно громкие слова Больше ни о ком из людей Он такого не говорит Да, говорю вам И больше пророка Из рожденных женами Не восставал больше Иоанна Крестителя Но меньше в Царстве Небесном Больше его То есть Собственно говоря В Царстве Небесном Да, каждый из вас Может стать еще больше, чем он Но вот в этом земном царстве Никто не вставал больше Иоанна Крестителя Здесь тоже маленькое Трудное место А, рожденных женами Но Иисус рожден Девой Поэтому это к нему не относится Отлично Да, поняли Но, конечно, слушатели Наверное, об этом Особенно не думают Им кажется, что Иисус говорит Иоанн Креститель Это самый великий человек И себя даже не включает Себя не исключают Из этого числа Ну, ладно Здесь такая тонкость Вот, кто услышит Тот услышит И дальше Он говорит удивительные слова Мы их разбирали отдельно Царство Небесное Силы уберется И употребляющие усилия Восхищают его А можно понять наоборот Что Царство Небесное Претерпевает нападки Да, насильники Его пытаются Захватить И ведь это Не только о том Что Иоанн Креститель В тюрьме Значит, либо он усилиями В Царство Божие Входит тем, что Он обличает царя тем, что он терпит Сюремные заключения Либо наоборот На него эти насильники нападают И его заключают Ради Царствия Нападают на него Как навестника Этого самого Царства И заключают его в тюрьму Вот Но это мы Сейчас не будем разбирать И тогда получается Что этот вопрос Ты или тот Кому должен прийти Это часть этой борьбы За Царство Вот хочется Чтобы Все так было Знаете Чтобы Размеренно Упорядоченно Тебе все сказали Иди исполняй А Евангелие говорит Нет, а ты сам посмотри А ты сам сопоставь То, что ты видишь С тем, чего ты ожидаешь С тем, что Должно произойти С тем, что Написано в Писании С твоим собственным опытом Делай выводы Думай сам И не бойся Задавать вопросы Даже если они кому-то Покажутся неудобными Внеси свой вклад Оцени Подпишись И поделись Этим видео Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok